6 августа украинская армия атаковала государственную границу России в Курской области, около города Суджа. Завязались ожесточенные бои с применением авиации. Есть пострадавшие среди мирного населения. Саровское волонтерское творческое объединение своим открывает срочный сбор гуманитарной помощи. Нужны и медикаменты, нужны и быстрые продукты, и в том числе и одежды для мирных граждан. Много беженцев, много обстреливаются территории. То есть туда подъехать сложновато, поэтому наша с вами задача как-то поддержать жителей, оказать им максимально помощь в медицине. В первую очередь необходимы гемостатические салфетки и жгуты, обезболивающие и турникеты. Волонтеры будут рады помощи медицинских работников, если они расскажут, что еще нужно для оказания первой помощи. Кроме того, требуются бинты и тактические ножницы, термобелье и спальники, маскировочные сети и еда быстрого приготовления в тарелках. Будет собран гуманитарный конвой для отправки в зону СВО. Ну и дальше мы продолжаем с вами работать и оказывать помощь нашим военным в поддержке постоянной. Курируем мы и Запорожской области, и Херсонское направление, там очень много наших саровских ребят. В том числе выезжаем в ДНР, в ЛНР, помогаем госпиталям. За последние полгода волонтеры совершили около 20 гуманитарных выездов. На сегодняшний день выполнено 345 заявок о помощи. Вся помощь прозрачна и подотчетна. Недавно пришел запрос из госпиталя в Московской области. Необходимо сшить трусы на кнопках для раненых, которые лежат под аппаратом Элизарова. Волонтеры уже приступили к работе. А здесь большая особенность. Пошив у нас идет из трикотажа. А это значит работа с оверлаком и специализированной распешивальной машинкой, которая для футболок тоже нужна. Поэтому если у кого-то есть оверлаки дома, мы можем выдавать эти трусы домой. Сейчас в центре сбора гуманитарной помощи остро не хватает рабочих рук. Это касается даже разбора склада. Волонтеры будут рады любой помощи. Вы можете приносить нужные вещи по адресу. Улица Пушкина, 24А, 2 этаж. Дополнительную информацию можно узнать в группе творческого объединения своим ВКонтакте. Никита Белянов, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, СРОВ24.